Несмотря на то, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится целых 7 дней, многие граждане все равно побоятся идти на избирательный участок или не смогут по состоянию здоровья. В таком случае можно пригласить избирательную комиссию к себе домой. Голосование вне помещений. Это значит, что граждане, которые не хотят идти на участки, я подчеркну, не хотят, они могут попросить участковую избирательную комиссию выехать к ним на дом. Причина для голосования вне помещений в эту избирательную кампанию не нужна. Безопасность всех участников общероссийского голосования – главный приоритет его организаторов. В случае выезда на дом он также сохраняется. Принцип бесконтактного голосования на дому, ну или выездного голосования. Все члены участковых избирательных комиссий, которые будут выезжать на дом, будут одевать специальные халаты, ну вот такого белого цвета. Все члены у них будут выезжать в масках, в перчатках, иметь с собой средства защиты запас. Маску они могут передать в том числе и избирателям. Чтобы процесс волеизъявления действительно был максимально бесконтактным, каждому избирателю, голосующему на дому, выдадут специальный набор для голосования. В нем будет лежать в том числе и бюллетень. Будет специальный прозрачный пакет, так называемый набор для голосования. Бюллетень. В прозрачном пакете бюллетень. Заявление, подготовленное уже непосредственно для избирателя. Порядок голосования. Официальная небольшая памятка. Салфетка. Обязательно одноразовая салфетка. Ручка. Одноразовая ручка. Брошюра, где будет описано, где будет рассказано об тех изменениях, за которые, соответственно, избиратель будет голосовать. И маленький антисептик. Все эти вещи, кроме бюллетеня, вы можете оставить себе. Прочитали, проголосовали. Опустили бюллетень в переносную урну. И все это на лестничной площадке, за дверью квартиры. Участковая избирательная комиссия не заходит к вам в квартиру. Это обязательное условие. Пакет, этот прозрачный полиэтиленовый пакет, вешается на ручку непосредственно квартиры. И все это происходит бесконтактно. Чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться в свою участковую или же в территориальную избирательную комиссию. Сказать свою фамилию, имя, отчество, адрес и попросить о том, что к вам выехали на дом. Единственное, что я хотел попросить, не злоупотреблять этой возможностью, а все-таки те, кто может, в силу физических возможностей, приходить на участки самолично. Потому что участковая избирательная комиссия, ресурсы достаточно ограничены. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.